Вообще, лучше еще, чем в том году, ребят. Всем привет! Два года подряд я наблюдал неопознанные летающие объекты. В октябре это было, но разница там буквально 5-10 дней. Я задумался, будет ли они в этом году. И вот сегодня, 11 сентября, звонит мне человек, который видел в прошлый раз, который тоже давал интервью мексиканскому каналу. Говорит, ты видел? Я такой, что обратно огни. Я выхожу, но огни появлялись, и вот так вот параллельно друг к другу, буквально секунда, раз, и тухли. Я с ним поговорил где-то 2 минуты, и через 2 минуты обратно, раз, и потухли. Я быстро на машину, спустился в центр, потом появились огоньки. Самое интересное, что они обратно на той же позиции, на той же высоте, но мне кажется, что в этот раз они чуть-чуть дальше, потому что интенсивность света была, ну, не такая высокая, как в прошлые разы. Я приехал, вот, я взял даже подзорную трубу. Вот она у меня, 24-кратная. Увидела сегодня гораздо больше огней, они обратно менялись, и была целая куча. И разница по высоте очень огромная была. Но даже моя 24-кратная подзорная труба, я посмотрел, просто огоньки, желтенькие и все. То есть, настолько это далеко, что я даже ничего не смог разглядеть. Так что, мне писали с беляйки, звонили, что... Звонила знакомая, писали с беляйки, что увидели, как в сторону паланки. Тоже появлялись и исчезали. Так что, ребята, я даже не знаю, что это может быть. Я общался с человеком, который служил на Байконуре. И я раньше, ему говорю, наверное, раньше видели НЛО, и все молчали, потому что даже сегодня, где есть... Я лично снимал фото, видео, и мне не верят, что это не опознанный летающий объект. Это не знающие инопланетяне, а то, что мы не можем объяснить. Он мне говорит наоборот. Раньше у него была папка, и все надо было долаживать. Когда что-то видели, сразу надо было долаживать. Он говорит, я тоже видел НЛО. И вот это он видел в том году. И он сказал, что на сегодняшний день в России и в Украине нет ничего такого, чтобы могло подняться на такую высоту, и было такое сечение. Так что, делаем выводы. Так что, делаем выводы.